Смокин! Сегодня хотелось бы поговорить об автомобилях в знаменитом и я бы даже сказал эпохальном для своего времени фильме Маска. Снятая кинокомпания New Line Cinema картина вышла в прокат 29 июля 1994 года и поразила зрителей отличным юмором в стиле Текса Эйвери, невероятными для своего времени спецэффектами от студии Industrial Light & Magic и великолепной актерской игрой исполнителя главной роли Джима Кэрри, карьера которого стремительно набирала обороты, так как за короткий период времени он сыграл сразу в трех мегапопулярных картинах. Эйс Вентура, розыск домашних животных, тупой еще тупее и собственно Маска. Каждая из этих фильмов собрала отличную кассу и по итогу 1994 года стендап комик телеведущий Джим Кэрри, актерская карьера которого годами буксовала, буквально катапультировался в категорию голливудских суперзвезд с огромными гонорарами. История появления данной картины достаточно известная, поэтому заострять на ней внимание не вижу особого смысла. Если в общих чертах, то кинокомпания New Line Cinema спешно пыталась запустить новую прибыльную франшизу, на смену теряющему популярность киносериалу «Кошмар на улице Вязов». Продюсеров заинтересовала серия комиксов «Маска» от издательства Dark Horse, но по ходу работы над сценарием, от идеи снять достаточно мрачный и кровавый фильм ужасов с элементами юмора, как это было показано в комиксах, отказались в пользу создания фантастической комедии, хоть и мрачноватой местами, зато яркой и музыкальной. Сюжет, я думаю, многие помнят. В руки скромному, застенчивому и крайне неуверенному в себе служащему банка, в воле судьбы попадает волшебная маска, способная превращать своего владельца в неуязвимое мультяшное существо с очень своеобразным веселым характером. Ну а мы поговорим об автомобилях в этом фильме, тем более история здесь достаточно интересная, один только автомобиль героя Джима Керри Стэнли Ипкиса, чего стоит. Вернее, этот автомобиль ему выдали на подмену, но не суть. Ржавый, полуживой, гремящий и дымящий студий Бейкер 1951 модельного года. И похоже, именно автопроизводители модельный год – это единственное, что можно определить достаточно точно, так как все остальное в этой машине вызывает ряд вопросов. В частности, на IMDb указано, что в фильме использовали два разных автомобиля, при том, что по сюжету машина одна. В сценах около клуба – это четырехдверный седан студий Бейкер Commander State 1951 модельного года, а в сцене на мосту, когда автомобиль развалился, это уже другая модель, с достаточно интересным названием. Студия Бейкер Лэнд Крузер 1950 модельного года, замаскированная под 1951. Но при этом на сайте известнейшей компании, занимающейся постройкой, реставрацией и обслуживанием автомобилей для кинобизнеса Cinema Vehicle Services, сказано, что как минимум один из автомобилей, тот самый, что развалился на мосту, это четырехдверный седан студии Бейкер Чемпион, также 1951 модельного года. Давайте попробуем разобраться. Дело в том, что путаница в данном вопросе совершенно объяснима, ведь и студии Бейкер Чемпион, и студии Бейкер Коммандер – это по сути одни и те же автомобили, относящиеся к третьему поколению, выпускавшемуся с 1947 по 1952 модельный год, где Чемпион была младшей моделью, а Коммандер была старшей моделью. Среднеразмерный рамный заднеприводный автомобиль – это были первые новые модели студии Бейкер, созданные после завершения Второй мировой войны. В 1951 году автомобили предлагались в нескольких вариантах двух- и четырехдверных кузовов, но при этом автомобили Коммандер имели более богатую отделку, у них было больше хромированных деталей, богаче оснащение, больше доступных опций, а самое главное, под капотом младшей модели стоял рядный шестицилиндровый двигатель объемом 169 кубических дюймов – это 2,8 литра, мощностью 85 лошадиных сил, а в старшей модели это уже был V8 – 232 кубических дюйма – это 3,8 литра, мощностью уже 120 лошадиных сил. Коробка передач у этих машин была уже автоматическая, отбор Кворнер. Увы, но силовую установку в автомобиле нам не показывают, поэтому точно опознать модель таким образом не получается. Едем дальше. Отсутствие хромированных элементов у задних арок автомобиля, а также на его передних крыльях, указывает на то, что, скорее всего, это все-таки младшая модель Чемпион. Но уже позже, в кадрах на мосту, в окнах задней двери мы видим форточки, которых никогда не было у Чемпиона. Это была фишка удлиненной версии Коммандера, которая и обозначалась как Лэнд Крузер, но при этом и в сценах на мосту у автомобиля отсутствуют необходимые хромированные элементы. Таким образом, получается, что в кадре некий модельный гибрид, больше похожий на четырехдверный седан в студии Бейкер Чемпион в первых сценах, и опять-таки на Чемпион, но с задними дверями от модели Лэнд Крузер в сценах на мосту. То, что это действительно были разные машины, говорят многочисленные мелкие несоответствия, такие как дверные ручки, бампера и, например, расположение зеркал заднего вида на дверях. Кстати, зеркала заднего вида в те годы были опцией, и в салоне машины могли продать вовсе без них. Но что смущает лично меня, так это некоторые элементы от студии Бейкера 1950 модельного года, например, так называемые ноздри или оптика. Они есть только у автомобиля на мосту, при этом характерного разделения лобового стекла на две части, которое было у автомобилей студии Бейкер в 1950, но не было в 1951, здесь нет. В общем, какой-то автомобиль-конструктор. Что же касается вышеупомянутого объявления от Cinema Vehicle Services, то в 2018 году они выставили на продажу остов одного из автомобилей, того самого, что развалился на мосту. Указывается, что это всего лишь некомплектный кузов без двигателя и АКПП. Сохранились лишь какие-то элементы салона, некоторые кузовные элементы, часть оригинальных стекол и все. А вот судьба второго автомобиля, увы, неизвестна. По итогу, если собрать всю информацию, получается, что в кадре нам не показывают конкретную модель студии Бейкера. И в первом и во втором случае, это скорее всего сборная модель, построенная специалистами Cinema Vehicle Services из того, что смогли найти, или из того, что было у них в тот момент под рукой. Поэтому в автомобилях имеются взаимоисключающие элементы, и поэтому точно определить модель попросту невозможно. В любом случае, автомобиль органично вписался в повествование, и в целом неплохо сыграл свою роль в этой гротескной картине. Компания-ветеран студии Бейкер просуществовала с 1852 по 1954 год, когда плачевное финансовое состояние вынудило ее руководство объединиться с еще одной компанией-неудачником, также проигрывавшей войну с Большой Детройтской тройкой, Packard Motor Car Company. Вместе они тонули до 1958 года, а позже и вовсе были упразднены. Автомобили компании студии Бейкер – нечастые гости в кино, тем ценнее появление этой машины в фильме «Маска». Ну и по традиции немного о других автомобилях в ленте. Больших эпизодов у них нет, но сами по себе машины интересные. Во сне герой Джима Кэрри вновь появляется у клуба, но в этот раз уже не на старой развалюхе студии Бейкеря, а на Porsche 911 SC Cabrio 1983 года выпуска. Машина появляется всего на пару секунд, но не упомянуть ее нельзя. Все-таки это автомобиль мечты главного героя. Машина, по которой мистер Ипкис в маске шарахнул звуковой волной, это классический фуллсайз Кадилакс Седан Девиль 1972 модельного года. Один из флагманов General Motors тех лет. Второй год выпуска четвертого поколения автомобилей, выпускавшихся с 1971 по 1976 модельный год. И касаемо силы V8, вы только себе представьте размеры и объемы. В качестве стандартного двигателя для автомобилей Cadillac 1972 модельного года предлагался Бигблок V8 объемом 472 куб. дюйма. Это 7,7 литра. Мощностью, правда, всего 220 лошадиных сил. А в качестве опции один из самых больших V8 того времени. Бигблок объемом 500 куб. дюймов. Это 8,2 литра. Мощностью около 250 лошадиных сил. Уже ощущалось влияние топливного кризиса. Продолжаем. Длиннющий лимузин. И так-то длинный, но в кино его еще больше растянули с помощью спецэффектов. Построен на базе модели Lincoln Town Car 1990 модельного года. Это первый год выпуска второго поколения этих классических рамных заднеприводных автомобилей, выпускавшихся на платформе Ford Panthera. Таким образом, конструктивными родственниками этой модели являются такие автомобили, как Ford LTD и его более поздние производные LTD Crown Victoria, собственно Crown Victoria, а также модели Mercury Marquis, ну и так далее. Еще один автомобиль, и что характерно, тоже лимузин. Это машина злодея ленты. Кадиллак Fleetwood Broem 1979 модельного года. Этот классический рамный заднеприводный полноразмерный квадрат от Cadillac продавался под названием Fleetwood Broem с 1977 по 1986 год. А затем его производство продолжилось до начала 90-х, но уже под названием просто Broem, так как обозначение Fleetwood ушло к другой, новой на тот момент переднеприводной модели. В общем-то, этот автомобиль так и остался в истории, как последний классический квадратный Cadillac. В 1993 году его заменила модель Fleetwood, вновь ставшая заднеприводным фуллсайзом, но это был уже более округлый стиль 90-х от Дика Разина, который просуществовал совсем недолго. А там, собственно, и эпоха рамных полноразмерных заднеприводных седанов от General Motors и вовсе закончилась, в отличие от конкурентов Ford и их платформы Pantera, автомобили на которой выпускались до начала 2012 года. Автомобиль, на котором мистер Ипкис уходит от полицейской погони вместе с журналисткой Пегги Брандт, это каприолет Ford Mustang раннего первого поколения 1965 модельного года, увы, также мелькнувший лишь в одной сцене, да еще и в темноте. Таксомотор в фильме – это Чекер Таксикэп модель А11 1974 модельного года. Кстати, на моем канале есть большое видео о такси Чекер, кто не смотрел, рекомендую ознакомиться. Ну и напоследок еще несколько фоновых автомобилей, появившихся в фильме. В целом получилось, конечно, здорово. Мрачная, фактически нуарная атмосфера вымышленного города Эдж-Сити только подчеркивается присутствием в кадре старинных классических автомобилей, и при этом все это контрастирует с яркими веселыми комедийными сценами фильма. Режиссер картины Чек Рассел в фильме о съемках рассказывает, что вдохновлялся такими лентами, как «Кто подставил кролика Роджера», «Роберта Зимекиса» и «Дик Трейси» у Урана Битти. На мой взгляд, кино Чека Рассела получилось ничуть не хуже, а в чем-то даже круче и эффектнее. И что интересно, с годами маска совершенно не устаревает, даже большая часть спецэффектов до сих пор смотрится достойно. А на сегодня все. Всем сила! В-8! Редактор субтитров А.Семкин